Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я хочу сказать, что вообще вот такой формат конференции, он, конечно, очень и очень интересен, потому что мы не просто слушаем какие-то стандартные результаты, которые уже неоднократно и сами знаем. Здесь есть возможность подискутировать, ну а в дискуссиях, как известно, рождается истина. Сейчас вот последняя тема, которая у нас здесь выносится на дискуссию, но пока мы дискутировать на самом деле можем очень-очень ограниченно, потому что я хочу сказать, о чем мы должны помнить. У нас первый таргетный препарат для лечения почечноклеточного рака был зарегистрирован, по-моему, с сарафеним в 2005 году. Сегодня у нас 2016 год, то есть опыт использования антиангиогенной терапии уже составляет более 10 лет. И, конечно, уже за это время проведено такое огромное количество клинических исследований, что, в общем-то, можно было бы уже на все основные вопросы бы и ответить. Ну а получили ли мы ответы на эти вопросы? Ну, безусловно, конечно, если мы сравниваем тот вклад, который внесли ангиогенные препараты в лечение метастатического рака почки, то значимость его для пациентов, страдающих этим заболеванием, конечно же, мы не можем недооценивать. Это, как мы видим, как минимум 10 месяцев прибавка к общей выживаемости. И здесь мы видим такое, после появления первого сунетиниба, такая, в общем, определенная эйфория присутствовала, потому что действительно было показано, что и высокую значимость этой мишени, о которой говорил Илья Валерьевич, именно для метастатического почек клеточного рака, и практически каждый год мы видим появление нового препарата. Илья Валерьевич, а можно тебя на секундочку, вот, мне здесь просто, чтобы покрупнее было, а то тут какой-то вот, не вот такой режим, а вот просто нормальный. Не бывает, да? Ну ладно, хорошо, все. Да, ну и последний препарат был зарегистрирован в 2012 году, то есть уже 4 года назад. И дальше, пока вот до последнего момента оставалась тишина. Почему? Потому что все то, что теразинкиназные или другие ингибиторы малых молекул смогли уже привнести в лечение метастатического рака почки, они это сделали. И сейчас появление новых похожих препаратов, явно этот процесс замедлился, и за последние несколько лет мы видели, тем не менее, да, что они проходят клинические исследования, но ни один из них не включен, не только не включен в стандарты, но даже не зарегистрирован. Создается впечатление, что потолок своей эффективности вот эта группа препаратов достигла. Но решили ли они проблему лечения метастатического почечно-клеточного рака? Мне кажется, совершенно очевидно, что нет. Потому что рефракторность к теразинкиназным ингибиторам возникает практически у каждого потенциала. Это требует смены терапии. Что мы видим вообще? Какая эффективность? Вот Илья Варевич сказал, что эта мишень присутствует в 100% опухоли. Но ведь мы знаем, что таргетные препараты практически никого не излечивают. Частота объективных ответов очень и очень невелика. Да даже чистота, вернее, полных ответов. Даже частота объективных ответов при лучшем раскладе в первой линии – это 40%. По идее, если бы, я нисколько не отрицаю значимость вот этого сигнального пути ВИДЖЕФ, но если бы это было единственное, так сказать, основной вот такой путь в развитии почечно-клеточного рака, то, конечно, мы бы имели более высокую и эффективность, и длительность ответа. Таким образом, да, у нас существует несколько препаратов, но до сих пор у нас, тем не менее, предсказательные маркеры эффективности отсутствуют. И на самом деле мы не можем заранее определить, а у кого будет эффективен там сунитениб, сарафениб или виролимус. Мы начинаем лечение и оцениваем его результаты. Это в пользу, так сказать, такой… И также, смотрите, 14 лет лекарственной терапии антиангиогенными препаратами. Тем не менее, оптимальная последовательность лечения не определена на сегодняшний день. И те многочисленные исследования по последовательному использованию препаратов, они до сих пор вызывают дискуссии. И, ну, не хочу переходить на личности, но, тем не менее, при анализе результатов мы можем найти, как исследования, которые подтверждают, например, использование МТОР-ингибиторов после прогрессирования на ингибиторах тирозинкиназы, мы можем привести доводы в пользу использования другого ингибитора тирозинкиназы после прогрессирования на МТОР-ингибиторов. То есть однозначного решения проблемы сегодня с помощью тех препаратов, которые мы имеем, нет. Поэтому, безусловно, совершенно очевидно, что для того, чтобы двигаться дальше, нам нужны не топтаться на месте, а искать новые мишени и искать новые стратегии лечения. И, безусловно, сегодня использование нового поколения иммуноонкологических препаратов, ну, их по-разному называют, чекпоинт-ингибиторы, мне кажется, что это совершенно не такое название, которое ничего не объясняет. Может быть, скажем, более их правильно называть ингибиторы-блокаторов иммунного ответа. Ну, это вопрос, так сказать, не в этом. Но совершенно очевидно, что вот те успехи, которые мы сегодня имеем в использовании этих препаратов, а на самом деле время-то прошло совсем немного. Первый препарат из этого иммуноонкологического направления, эпилемумаб для лечения метастатической меланомы был зарегистрирован всего лишь в 2011 году. Сегодня у нас начало 2016 года. Всего лишь 4 года, собственно говоря, истории вот этих новых противоопухолевых препаратов. Поэтому, конечно же, вопросы остаются. И одно-два регистрационных исследования, даже если они привели к тому, что препарат был зарегистрирован и что он уже включен в современные стандарты, понятно, что на все вопросы у нас сегодня нет ответа. Эти препараты сегодня продолжают активно изучаться и в монорежимах, и в комбинации с другими препаратами. Если говорить о, скажем, антипедии, антителах, мы именно о них ведем сегодня дискуссию, то вот мне хотелось бы привести этот слайд. И профессор Гермонт, очень уважаемый мною, ну и, собственно говоря, всеонкологическое общество, экс-президент ЭСМА, сейчас директор института Гюстава Русси в Париже, во Франции, вот он назвал появление антипедии, антител самым эффективным препаратом за всю историю лечения злокачественных опухолей. И вот этот перечень опухолей, при которых препараты этого направления или сейчас продолжают изучаться, или уже подтвердили свою эффективность рандомизированными исследованиями, говорит о том, что вот этот механизм, а именно восстановление иммунного ответа против опухоли, стимуляция, активация иммунной системы организма, безусловно, является очень многообещающим, перспективным и эффективным. Ну, поскольку действительно времени так много, то я какие-то слайды постараюсь, ну, буду пропускать, просто чтобы, на самом деле, тут тема вообще для отдельной конференции, они сегодня все проходят. Что мне хотелось сказать? Чем, собственно говоря, вот это, почему оно сегодня считается новым словом? Ведь на самом деле это тоже вариант, действительно, иммуно- или биотерапии. Но если мы вспомним все более ранние используемые попытки, а именно использование цитокинов или вакцин, или даже т-клеточной терапии, то, в общем-то, это та терапия, которая активировала различные этапы иммунного ответа. Вот развитие иммуно-онкологии позволило нам понять, что сколько бы мы не пытались активировать иммунную систему, но если включаются механизмы, контролирующие этот иммунный ответ, блокирующие развитие или активацию иммунного ответа, то вот этот метод активации активаторов, он не работает, что мы, собственно говоря, и видели на практике. Так вот, чем отключаются новые ингибиторы? Это направление условно можно назвать ингибирование ингибиторов, потому что у них непрямое влияние на активацию иммунной системы, а они блокируют те тормозящие механизмы, которые опухоль включает для того, чтобы уходить от иммунного ответа. И сегодня очень большой спектр моноклональных антител, к антипедии, к СТЛ, А4 исследуется в клинических исследованиях, но мы уже можем говорить, что даже за такой очень небольшой период клинических исследований мы уже получили новые стандарты лечения как минимум трех заболеваний. Первым таким заболеванием стала меланома кожи, опухоль, для которой до 2011 года ни один используемый новый вариант терапии или ни один новый препарат никогда в клинических исследованиях не показывал увеличение общей выживаемости. Эпильмап в этом смысле стал первым препаратом. Сегодня для меланомы кожи зарегистрированы также два антипедиантитела, это пембролизумап и ниволумап. И ниволумап получил регистрацию в прошлом году для лечения немелкоклеточного рака легкого второй линии и для лечения почечно-клеточного рака. Тот факт, что все-таки препарат был зарегистрирован, безусловно, говорит о том, что эффективность его есть на самом деле. И я думаю, что уже в этом году мы будем свидетелями того, что этот препарат будет включен в новые рекомендации для лечения метастатического почечно-клеточного рака. Вообще, действительно, все наши попытки уложить или объяснить механизм действия противоопухолевых препаратов, конечно же, носят очень и очень условный характер, потому что на самом деле и развитие, и регуляция иммунного ответа, так же, как и развитие опухоли, это очень и очень многогранный, многоступенчатый процесс, поэтому вот все такие картинки, конечно, они очень условны, но тем не менее, все-таки сегодня доказано, что вот такое опосредованное восстановление иммунного ответа путем блокады существующих на самом деле в организме механизмов торможения иммунного ответа, оно, безусловно, себя оправдало. Собственно, ну а для чего нужны вот эти механизмы торможения? Конечно же, иммунный ответ годами уже, вернее, тысячелетиями эволюционно были сформированы такие тормозящие пути или регулирующие пути для того, чтобы после того, как иммунный ответ, так сказать, достиг своей цели, для того, чтобы его прекратить и не допустить разрушения организма. Поэтому, конечно, это очень важные механизмы, работающие, постоянно работающие в жизни. Вот интересно, например, что, скажем, если у мышей отсутствует экспрессия у специальной линии, отсутствует экспрессия, например, CTLA-4, соответственно, у них нет этого контрольного механизма, то эти мыши умирают от лимфопролиферативных заболеваний и лимфоидная инфильтрация присутствует практически во всех органах и системах. Значит, это очень важный и действенный механизм иммунного контроля. Но оказалось, что опухоль использует этот механизм для того, чтобы уходить от иммунного контроля. Если мы говорим о неволумабе, то, прерывая вот этот тормозящий путь иммунного контроля, мы таким образом позволяем иммунной системе, уже обученной, позволяем реагировать и уничтожать клетки опухоли. По поводу PD-L1. Мне хотелось бы сказать, что вообще на самом деле это известный прогностический маркер и экспрессия, если опухоль, в частности почечно-клеточный рак, экспрессирует PD-L1, это характеризуется значительно худшими показателями выживаемости и даже эффективностью таргетной терапии. В ряде исследований показано, что экспрессия PD-L1 может, вернее, в тех случаях, когда опухоль экспрессирует PD-L1, то эффективность анти-PD терапии значительно выше. Поэтому теоретически экспрессия этого леганда может служить таким предсказательным фактором для оценки эффективности терапии. Но пока сегодня, тем не менее, недостаточно данных для того, чтобы говорить о значимости этого экспрессии, этого леганда. Тем более, что отсутствие экспрессии, тем не менее, не означает отсутствие ответа на лечение. Почему это происходит? Ну, очень много можно на эту тему говорить. Но, в частности, одним из механизмов является то, что ответ анти-PD-1 антитела может реализоваться и путем торможения, активации, скажем, террегуляторных клеток, на поверхности которых тоже присутствует рецептор PD-1. Эффективность нювлемаба. Пока у нас есть единичное исследование при раке почки, я имею в виду. Это исследование первой, второй и лишь одно рандомизированное исследование третьей фазы. Поэтому, конечно, сейчас, наверное, пока мы не знаем вообще всей потенциальной силы и положительных моментов и недостатков этого лекарства, но это ни в коей мере не умаляет уже тех данных по эффективности этого препарата, которые мы имеем сегодня. Во-первых, я думаю, что 40% частоты объективного ответа, которое было уже в ранних исследованиях эпилемумаба показано, безусловно, заслуживает внимания. Ведь мы понимаем, что это не первая линия терапии, это как минимум вторая и последующая линия. На сегодняшний день лишь один сунетениб дает в первой линии частоту 40% объективных ответов. Причем, интересно, оказалось, что вот эта частота не зависела от используемой дозы. Исследование первой фазы изучалось и выживаемость без прогрессирования, и общая выживаемость. И тоже были для, опять же, для второй и последующих линий. Вот это вот очень важно помнить, что это не первая линия терапии. И достаточно приличные показатели выживаемости без прогрессирования. 7 месяцев сравнимы с показателями теразинкиназных ингибиторов. Но самое главное, были показаны высокие показатели медианы общей выживаемости, которая достигала 30 месяцев. Опять же, во второй и последующих линиях. Во второй фазе было показано, что вот если частота объективных ответов не зависит от дозы, то вот общая выживаемость, она напрямую зависит от дозы препарата. И также полученные показатели медианы общей выживаемости 25% они значительно лучше, чем все то, что до этого мы видели на использовании ингибиторов теразинкиназы. Исследование, регистрационное исследование, где неволумаб сравнивался с эверолимусом. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что препарат использовался во второй и третьей линии терапии. То есть все пациенты получили или одну, или две линии стандартной терапии. По чистоте, ну вообще по, собственно, кинетике формирования длительности ответа. Мы знаем, что, еще раз хочу напомнить, что у препарата нет непосредственной противоопухолевой активности. И его эффективность может реализоваться только после того, как запускается и активируется иммунный ответ. Но вот тот факт, что у большинства пациентов уже при первой оценке ответа на 12-й неделе у значительного количества пациентов был зарегистрирован ответ на терапию, значительно отличает, скажем, этот препарат, например, от эпилемумаба, где время для реализации противоопухолевого ответа должно быть значительно больше. И также посмотрите, вот все вот эти пациенты, где мы видим стрелочки, это все пациенты, ответ которых продолжался. То есть очень важная особенность терапии, что если ответ, противоопухолевый ответ достигается, то он может продолжаться, продолжаться и продолжаться. В этом плане, конечно, частота, вернее, оценка выживаемости без прогрессирования, это не самый оптимальный критерий для оценки противоопухолевого ответа. Это уже сегодня хорошо понятно. На самом деле частота, скажем, и псевдопрогрессии, и вот такого промежуточного прогрессирования, эта частота от исследования к исследованию меняется, но это есть цифры и 10%, и 20%. То есть вот такое промежуточное прогрессирование заболевания, это особенность действия именно этой группы препаратов, и именно поэтому медиана выживаемости без прогрессирования не является оптимальным методом. А вообще-то, говоря, ведь какой эффект на самом деле, что мы ждем от противоопухолевого лечения? Самое главное, мы ожидаем, что это приведет к увеличению общей продолжительности жизни. И исследования с антипедиантителами это демонстрируют. Если мы рассмотрим, вернее, посмотрим на эффект на общую выживаемость в различных подгруппах, то увидим, что во всех изучаемых подгруппах, независимо от прогностических факторов, от количества линий противоопухолевого лечения, там, может быть, единственная подгруппа, это пациенты старшей возрастной группы, больше 75%, вот только в этой группе веролимус показал свое преимущество. Во всех остальных подгруппах преимущество было явно на стороне неволумаба. Причем интересно, что эффект анализа общей выживаемости проводился не только по традиционным критериям Моцера, но использовались также и вот уже модифицированные критерии прогностические. И также мы видим, что независимо от того, какую прогностическую модель мы использовали, также во всех группах эффект неволумаба на общую выживаемость был значительно больше, чем у веролимуса. Мы сегодня говорили вот про эти группы риска, и надо сказать, что эффективность неволумаба отличалась в зависимости от прогностических критериев, отличалась. Но тем не менее, и, скажем, у пациентов с благоприятным прогнозом на момент анализа данных медиана общей выживаемости вообще не была достигнута. Хотя, тем не менее, вот этот же самый хвост кривой, он также здесь прослеживается. На самом деле, да, мы видели, что пациенты получали последующую терапию, но они получали ее и в группе веролимуса. И говорить, на самом деле, о том, что это стандартно. У нас сегодня есть стандарты только в первой, второй, ну и в третьей линии. Все, больше стандартов нет. Эффективность препаратов в последующих линиях терапии очень и очень незначительная. Валерий, может быть, стандарты поменяются, потому что здесь 15 лет, а здесь еще только началось. Так что не улыбайтесь. А вот если мы, например, посмотрим группу плохого прогноза, то здесь мы вообще увидим просто драматические, так сказать, различия в медиане общей выживаемости. А что в группе плохого прогноза? Эффективность даже первой линии терапии минимальна. Если брать эффективность во второй терапии, ну вообще, на самом деле, сложно даже это оценивать. Так, сейчас. Ну и по поводу, кстати, вот по поводу экспрессии ПДЛ-1. Вы переговорили уже 10 минут своего времени. 10 минут. Ну, мне не повезло, потому что я самая последняя, да, и времени у меня меньше всех. Но, тем не менее, вот все-таки значение экспрессии в этом исследовании было подтверждено. На, вообще, на течение заболевания. Значит, если мы сравним общую выживаемость у пациентов с экспрессией ПДЛ-1 и в группе пациентов, у которых экспрессии не было, то мы увидим, что, да, действительно, эффективность, что отсутствие экспрессии действительно является благоприятным прогностическим фактором. Отсутствие экспрессии медиана общей выживаемости для неверолимуса 27 месяцев, в отличие от 21 месяца. Но, тем не менее, и в одной, и в этой группе, и в этой неволумаб свои преимущества доказал. Дальше рассмотрим такой важный показатель, как качество жизни. Как раз еще одно очень важное, такой эффект противоопухольной терапии. А как пациенты живут? Не так, ну, важно, конечно, как опухоль отвечает на лечение, но если это достигается какой-то неимоверной токсичностью, А что мы видим здесь? Мы видим, что, во-первых, пациенты лучше себя ощущали на терапии неволумабом, даже несмотря на то, что, так сказать, это внутривенные введения, и каждые две недели, да, им, ну, они вынуждены были посещать клинику. Но, тем не менее, различия в качестве жизни, они совершенно, ну, я заканчиваю. Ну, таким образом, я думаю, что уже в этом году мы получим новый стандарт терапии рака почки. И, с моей точки зрения, все-таки на сегодняшний день уже большой опыт использования анкиогенных препаратов не решила проблему лечения почечноклеточного рака. И те препараты, которые появляются, иммуно-онкологические препараты, которые появляют, которые, результаты исследований, которых мы сегодня имеем, это очень ценный вклад в возможности лекарственного лечения пациентов с метастатическим почечноклеточным раком. И надо также отметить, что это и очень такой интересный кандидат для исследования в комбинации, благодаря тому, что, во-первых, профиль токсичности препаратов, да, это то, что надо обсуждать, он отличается от профиля токсичности тирозин киназных ингибиторов, но, тем не менее, вот их такая в целом благоприятная переносимость позволяет их комбинировать с имеющимися сегодня препаратами, и, возможно, мы будем свидетелями еще большего увеличения общей продолжительности жизни.